Представляем вашему вниманию фонарик с солнечной панелью от производителя Harry Bolt. Модель в данном случае 6678C. Также есть вот такой вариант 6678L. Разница в светодиодах. Здесь они идут вот такие отдельные SMD, а здесь идут вот такие вот крупные. Ну, фонари абсолютно идентичны, разница только в диодах. Как видите, даже мощность 20 Вт у них идентична. Но эта модель более продаваемая, поэтому решили снять для вас именно ее. По данному фонарю мощность 20 Вт, зарядка от USB, зарядка от солнца, три режима работы. Здесь сбоку у нас показывают основные моменты, скажем так. Также здесь у нас небольшие технические характеристики. В данном случае тип диодов LED плюс КОП, ABS пластик. Размеры 196 на 141 на 61 мм. Общий вес 314 г, аккумулятор 4,5 В, емкостью 2400 мА, 5 В, 2 А. Время зарядки, здесь быстрая зарядка 2-3 часа и работает он до 8 часов с одной зарядки. Данный фонарь влагостойкий IP44. Длина провода 1 метр. Ну вот такие вот разновидности его есть, но повторюсь, вот это самый ходовой вариант. И мы сейчас откроем и посмотрим именно на него. Кстати, фонарь постарается в добротной упаковке. С учетом того, что стоимость этого фонаря до 10 долларов, даже меньше, не подскажу на сайте. Смотрите, цены менялись в связи с курсом доллара, поэтому там даже до 300, наверное, гривен. В любом случае, ссылочка будет в описании. Вот такой вот проводочек USB белого цвета, microUSB, USB. Вот так вот выглядит наш фонарь. Пластик такой, не самый дешевый, он приятный на ощупь. На задней части находится солнечная панель. Сейчас мы наглядно вам покажем, что она работает. Смотрите, закрываем рукой солнечную панель. Индикатор не горит. Чем больше света на нее попадает, тем ярче горит индикатор. Здесь у нас прячется разъем для зарядки и разъем для зарядки вашего мобильного Powerbank. Ну, имейте в виду, если емкость вашего смартфона превышает на какой-то определенный процент емкость аккумулятора, то он будет заряжать медленно, либо не будет заряжать. Ну, в любом случае, в описании на сайте это все будет. iPhone 12 заряжает без проблем. Ну, это таки, мы так подключили, посмотрели пару процентов, зарядочка идет, все хорошо, и выключили. Так, здесь у нас находятся три вот таких вот диода, похожих на... Да нет, это не Т6, XPE, наверное. Здесь вот такая вот диодная панель целая. И снизу вот такой класснейший ночничок. Кнопочка у нас одна, вот здесь вот она прорезиненная, влагостойкая. Первый режим, такой дальний свет. Как видите, здесь у нас три диода, но они создают такой один более-менее мощный пучок. Но когда близко мы подносим, мы видим, что их действительно три. Второй режим, это вот такая мощнейшая коп-панель. Кстати, свет у нас, как видите, теплый. Ну, он кажется, конечно, холодным, но относительно других диодов, там, той же Яджи, того же Гадалайта, здесь прям вот такой теплый, приятный свет. Как видите, у нас дневное освещение плюс небольшой студийный свет, и тем не менее, ну, он прям яркий. Ну, классный фонарь. За свои деньги, по своей компактности и для кемпинга, и для, конечно же, верных отключений света. Так, ну и вот этот ночничок. Это вообще классная тема. Где-то на просторах интернета читали, некоторые протонцы заявляют, что в этом режиме он может гореть до 15 часов. Не знаем, насколько правда, но тем не менее, это говорили. Как видите, здесь такая наборка тоже из коп-диодиков. Сейчас мы попытаемся их поймать. Нет, свет очень яркий, ну, думаю, в камеру вам попало. Ну, короче, вот такой вот классный фонарик за просто дармовую цену. Очень добротно собран. В принципе, ничего здесь не трясется, не люфтит, как в тех же Гадалайтах, ну, там более тяжелые батареи, это понятно. Ну, здесь вот такой вот собранный фонарик, который можно ставить к настольную лампу, можно переносить, подвешивать. Ну, в любом случае, классный фонарик. При режиме света еще раз покажем. Ну, и вот так вот это все выглядит. Продолжение следует...